МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! В эфире дачные советы. Подлечим деревья, подготовим их к перезимовке, подготовим грядки сегодня, к весенним посевам. Это делается именно осенью. Весной уже будет поздно. Еще раз повторяю, для того, чтобы перегной работал уже весной, мы должны его заложить с осени, для того, чтобы некробы, обитающие в почве, могли за два месяца перевести перегной в доступную для растений форму. Перегной, который вы вносите, растения есть не могут. Его еще надо переработать, а на это уходит 2-3 месяца. Об этом много другом в нашей сегодняшней программе. Чем я сейчас занимаюсь, забравшись на такую высоту? Спасаю вот эту яблоню от многочисленных паразитов. грибов и лишайников. Для того, чтобы излечить дерево от лишайников и грибов-паразитов, я взяла литр воды, развела в них 2,5 столовых ложек железного купороса. Обращаю внимание, не медного, а железного купороса. И вот таким высоко концентрированным раствором железного купороса, вот так вот, как будто бы покрасила, покрасила все стволы. К весне они все отпадут. Здравствуйте, друзья! Не доводите деревья до такого состояния. Если бы вы красили деревья каждый год, не было бы лишайников на дереве, не было бы грибов-паразитов. Откуда не появляются лишайники и грибы-паразиты? Когда весной солнце светит, появляются на дереве солнечные ожоги, лопается кора, вот на этом месте и появляются эти паразиты. Обращаю ваше внимание, белить нужно не только штамп, но и все крупные ветки. Вот посмотрите, где поселились эти паразиты. Высоко ставьте лестницу, обеззараживайте, а затем белите. Я предлагаю покрасить деревья вот такой специальной краской, которая называется садовая специальная краска для деревьев. В нее входит несколько видов латекса, плюс латексная краска хорошо ложится на дереве, замуровывая все трещины с яйцекладкой вредителей и очень хорошо защищает от морозов зимой. Синоптики предупреждают, в этом году морозы будут очень сильные. Кроме всего прочего, весной эта краска защитит ваше дерево от солнечных ожогов. Кроме этого, в состав этой краски введена сера, а серу не любят грызуны, поэтому дерево не будет погрызано зимой зайцами и мышами. Продолжаем разговор о перезимовке растений. Раз будет такая суровая зима, значит, нужно каждому растению уделить больше внимания, чем обычно. Кроме традиционных укрытий, опилками, землей, торфом, перегноем, укрывным материалом и так далее, я предлагаю приствольный круг каждого растения обсыпать гранулами японского препарата HB-101. Этот препарат защитит ваше растение от морозов, даст энергию растению, поднимет его иммунитет. В состав препарата входят сок кедра, сосны, фихты, платана, вот таких мощных растений, которые имеют сами хороший иммунитет и даст иммунитет вашему растению. Эти растения славятся своей морозостойкостью. На основе экстракта этих растений и был изготовлен этот препарат. Препарат очень экономичный, под каждое растение достаточно несколько гранул, поэтому даже маленькой упаковки вам хватит, ну, примерно на сотку. Гранулами HB защитите не только плодовые растения, но и декоративные, особенно хвойники, чтобы они перезимовали хорошо. Гранулы HB-101 заделывать в землю не надо, они вносятся на поверхность земли. Этот абрикос был посажен год назад, и в прошлый год он получил тоже гранулы HB-101. И посмотрите, какой хороший прирост он дал за лето. Потому что зимой хорошо зимовал, а ведь прошедшая зима тоже была холодная. Вон у соседей все абрикосы погибли. Потому что соседи не вносили прошлый год гранулы HB-101, а Галин Константиновна внесла. Экономия на копейках, мы теряем рубли. Больше всего от сильных морозов страдает корневая система сливы. О ней нужно позаботиться в первую очередь. Затем вишня, а потом уже абрикос. А то многие думают наоборот. Галин Константиновна замульчировала приствольный круг яблони толстым слоем песка с сапропелем. Вверху мы добавим гранулы HB-101. Это яблонька двухлетка, она уже сформирована, у нее есть штамп. Штамп можно покрасить краской и одеть в капроновые колготки. Ну это как вот похолодает немножко, а пока тепло, пусть гуляет. Центр сияния предлагает японский препарат HB-101 для успешной перезимовки растений, садово-огородный инвентарь, краску для побелки деревьев. Телефон для справок 9 545 165. Винограда пора убрать все листья. Напоминаю, одну треть листьев мы убрали в конце сентября. Вторую треть убрали в начале октября. Сейчас полностью убираем каждый листик. Листья больные в этом году в компост не закладываем. Выносим и сжигаем. Виноград обрезаем. Я буду обрезать на 10 почек, пока я не буду его укрывать. Стоит теплая погода, пусть в таком виде погуляет еще немного. А вот HB-101 гранулы внесем. Здравствуйте, дорогие мои! На прошлой неделе мы сделали обрезку винограда. Связали, уложили. Но вот теперь ответственный момент. Поскольку прошлый год уже показал, что халатничать в этом вопросе нельзя, значит, постараемся в этом году перестрахуем укрытие. Вот дуги поставили на предварительно связанные фашины. Вот виноград связывается в пучке, это называется фашины. Так, под виноград, там, где касается лоза земли, нужно будет подложить любой материал, ну, не металл, конечно. И это делается для того, чтобы не было соприкосновения с почвой, потому что в почве очень много грибковых болезней. Так, подкладки сделали, дуги поставили. Фашины у нас все связаны. Так, все, у нас готово все к укрытию. Второй год пользуемся вот таким укрытым материалом. Это подложка под ламинат. Легкий, очень удобный. Он хорошо гнется. Почему дуги? Это мы пробуем, значит, использовать. Еще и воздух. Это же тоже дает тепло. Можно присыпать землей. В основном используем вот кирпичи, камни, только чтобы ветер не унес. Со временем это все приляжет. Причем приляжет так, дублирует так почву, что воздуху не остается никакого, значит, прохода. Что делаю? Перестраховываю этот момент. Вот я трубочки подкладываю. Причем вот на эту вот грядуну вот достаточно 3-4 штучки. Чуть конечко выглядывает, все. И здесь вот чуть-чуть. Вот таким образом. Все, вот 4 штуки тут достаточно. Так, это вот один способ укрытия. Укладываем второй рядочек. Там у меня было связано, здесь вот я связываю. Вот связываем фашины. Так, связали эту сторону. Теперь ее нужно прижать к почве. Так, теперь прижмем и эту сторону. Этот материал, о котором я сейчас говорила, подложка под ламинат, доступен по цене. И все-таки не каждому. Ну, а кому это недоступно, мы все с разным достатком. Значит, все под руками найдется. Что-нибудь да поможет нам. Значит, одно из укрытий. Картон. Обыкновенный картон. Вот таким вот образом. Значит, а вот это вот полипропиленовые мешки, это от сахара, от муки. Вы видите, все использовано. Я ничего сюда нового не показываю. Я показываю именно все то, что у нас в ходу, что у нас под ногами, под руками. Но чтобы не было ни муки, ни сахара, иначе мышки придут. И вот теперь сверху пленочку, чтобы это все не намокло, чтобы это все было сухо. Вот в этом и суть. Если пленка старая, то желательно в двое. Если новая, то можно в одну. Так, ну а теперь то же самое. Хоть земля, хоть камушки, чтобы ветром не унесло. Так, все. Но, дорогие мои, ну оставляйте где-нибудь дырочку для воздуха. Вон я старца оставила вот там. Все. Да что же вы не верите? Господи, у нас 9 лет зимует таким образом виноград. Дорогие садоводы, чем вы сейчас занимаетесь на даче? Наверное, копаете, гробите за свое здоровье. Посмотрите, вот пример идеального садового участка. У Галины Константиновны. Все закрыты, дорожки все закрыты рубероидом. Никто здесь не копает землю. Копают у Галины Константиновны помощники, бактерии и черви. На этой грядке была посеяна в качестве седерата рожь. Неделю назад мы ее скосили, внесли в эту грядку. Вот грядка горячая, идет ферментизация. Сейчас мы ее еще раз прольем для лучшей переработки препаратом Восток М1. Можно пролить дачником. Давайте дачником. И Восток М1. И Восток немножечко добавим. Пусть бактерии работают еще тепло, они будут вместе работать хорошо. Особенно под М-пленкой им будет хорошо, тепло и комфортно. Пролили, снова закрываем М-пленкой, чтобы было бактериям теплее, чтобы они лучше работали и перерабатывали это все. Как видите, у Галины Константиновны всего три сотки под огородом, а хватает обеспечить овощами две семьи и даже арбузом и дынем место находится. А вот здесь под этой пленкой на этой грядке порубленные листья свеклы до иконов перерабатываются тоже нашим помощниками. Микробы им пролили здесь все неделю назад. Какая земля теплая, как работает, кипит у этих ребятишек. Предлагаю на эту грядку еще сапропеля внести. Я вам заказывала пару мешков? Давайте сюда. Сапропель – это тела бывших растений, поэтому азот, фосфор и калий, которые здесь находятся в сбалансированном состоянии. Кроме этого сюда входит много микроэлементов. Морковка будет оранжевая, а главное сладкая. Сапропель хорошо удерживает влагу и разрыхляет почву. Вот на эту 10-метровую грядку хватит нам одного пакета, так как мы сюда и седираты вносим, и бактерии, и микроэлементы всего напичкали. А то морковь будет по килограмму. А это тоже плохо. А у кого пустая земля, кто ничем не пользуется, тогда на такую грядку два пакета будете использовать. Очень хорошо сочетать сапропель с биогубосом. Но это уже на тех грядках, где будут прожорливые культуры капуста, картофель. И их желательно внести уже сейчас, по осени. Я еще раз обращаюсь ко всем дачникам. Дорогие друзья, не торопитесь езжать из дачи. Если вы перегной внесете весной под посадку растений, имейте в виду, три месяца уйдет на то, чтобы микробы из этого перегноя приготовили пищу для растений. Так они у вас что, три месяца летом голодные будут стоять? Только в августе начнет работать перегной, внесенный весной. В августе не нужен азот уже растений. Там уже нужен будет только фосфор и калий. Вот каким вредительством вы заниматься будете. Только болезни разносить. Избыток азота – это болезни, запрограммированные вами. Осенью надо вносить азотные удобрения, имею в виду перегной, биогумус. Все удобрения органические, содержащие повышенные дозы азота. Сейчас вносят. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать по телефону в Самаре 972-70-95 и 925-84-33, в Тольятти 679-0-94. Вот год назад был посажен маленький кустик ежевики Торнфри. Вот такие побеги за лето дала эта ежевика. Но ягод, конечно, был сегодня стаканчик, не больше. Через год, особенно через два, она даст, я уверена, ведро с куста. Сейчас много внесу конского навоза под нее, она любит органику, так же, как и малина. У них очень много общего. Ну а сейчас, поскольку это растение теплолюбивое, я обрежу это все до метра высотой и укроем, как виноград. Ну пока только листья уберем, поскольку стоит теплая погода, укрывать еще рано. Вот будет днем минус пять, тогда будем укрывать и розы, и виноград, и ежевику окончательно. А сейчас пока вкус маленько погуляют, только обрежем на высоту метра. Здравствуйте, дорогие друзья! Остались последние работы в саду. Сейчас мы занимаемся подготовкой растений к зимнему укрытию. Сегодня мы укрывать еще не будем, потому что на улице еще плюсовая температура. Растения просто могут спреть, поэтому мы их не укрываем, но убираем всю летнюю красоту. Вот передо мной, посмотрите, в ракарии растут вербены. Заморские здесь уже были. Погибли практически все однолетние цветы, но остались вербены и алюсумы. Оказалось, что алюсум и вербена самые-самые устойчивые. Я знаю, что через два-три дня будет уже минусовая температура. И сегодня, к сожалению, нужно расставаться с этой вербеной. Вот я хочу показать вот этот вот. Посмотрите, один куст вербены. Это однолетние цветы, но я думаю, что в следующем году мы посадим тоже обязательно в ракарии вербены, но может быть другого цвета. Посмотрю, что больше понравится. Надо брать стелющуюся форму в ракарии, на альпийских горках. И даже просто в цветнике они замечательно смотрятся. И посмотрите, до конца октября они еще цветут. То есть в мае мы высаживаем уже цветущие, в конце октября еще видим, что они цветут. А это тоже, смотрите, один куст лобели. Чуть-чуть цветет еще, около камня, видимо, теплее было. Ведь ракарий, он каждый год может быть разным, только за счет однолетних цветов. А вдоль забора, посмотрите, на вот этой зеленой сетке растут клейматисы. Они перезимовали один раз только, то есть еще слабенькие. Набирает клейматису силу на третий-четвертый год. А сейчас мы их должны убрать. Мы просто вот так вот снимаем вместе с сеткой и аккуратненько сложим. Потом будем укрывать. Вот посмотрите, клейматисы очень тоненькие такие стебельки. Мы их убирать не будем, не будем сгирать сетки, если очень высокие. И вы не можете убрать сетку, как я, например, придумала. Вы тогда обрезайте хотя бы на метр, потому что потом почки отбиваются. Вот они, почки уже отбиваются от стебля. Аккуратно складываем, чтобы на них не наступать. Мы потом сверху только лапником укроем. Знаете, я сделала хитро. Вот эта калька и ткань все-таки защищают корневую клейматисов от холода. И уже защита есть. Поэтому достаточно будет, если я укрою просто лапником, как мы делали в прошлом году. Это последние розы в саду. У меня здесь очень большой розарий. 150 роз. Розарий тоже еще молодой. Видите, где-то еще не сформированный. То есть, какие-то плохо перезимовали розы частично. Сейчас за лето они разрослись. Но розы в этом году очень сильно болели. Несколько раз обрабатывали. Ну, тля, конечно, нападала. Потом была пятнистость мозаичная. Очень много внимания требовали в этом году розы к себе. А сейчас пора подготовить их к зиме. Сегодня укрывать не будем. На улице еще плюсовая температура. Установить от минус одного до минус пяти градусов. Только тогда укрываем розы. А сегодня мы обрезаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, седьмая. Вот здесь вот я обрежу. Все. Мы стрижем и формируем. Розы сейчас обязательно. Это нужно будет учесть. Где-то оставляем внутренние почки, где-то оставляем внешние почки. Но обязательно, если вы хотите, чтобы они хорошо перезимовали, оставьте снизу семь почек. Не надо обрезать розы под самое основание. Часто делают такую ошибку у меня на одном объекте. Я не успела приехать, они взяли и обрезали. Конечно, розы плохо перезимовали. Вот на этой высоте, сантиметров 20, скажем, где-то 30, я оставляю розы. Вы знаете, часто розы укрывают опилками. Как бы у нас это принято в Самарской области. Но порой не успевают вовремя убрать опилки весной. Солнце яркое появилось. Снег неожиданно растаял. И опилки начинают гореть. И розы тогда у вас начинают преть. Это очень опасно. Можно окучивать розы до 10 сантиметров. Можно торфом укрыть. Вот она защита. Не спреет, не замерзнет. Окучиваю сейчас розы. Вот так вот сделала холмиком. И сверху еще ветки накрыла лапником. Самое замечательное укрытие для роз. Я все растения практически подкормила Ашби в гранулах. Для того, чтобы они лучше перезимовали. На всех площадках нашего садового центра вы можете приобрести эти препараты. Сегодня мы заканчиваем подготовку растений к зиме. Не укрываем еще, потому что еще плюсовая температура. И я желаю вам здорового, красивого, цветущего сада. Чтобы в следующем году ваши растения радовали вас. Чуть-чуть вам нужно постараться. Чуть-чуть приложить усилий. И уже сад будет красивой весной. Садовый центр Веры Глуховой предлагает саженцы декоративных растений со скидкой 30%. В большом ассортименте саженцы плодово-ягодных культур. Телефон для справок 331-06-06. 331-06-06. Подошла к концу наша программа. Ой, замучили мыши. Обращаю ваше внимание. Вот у меня уже сын дважды привозил по 10 упаковок. Последние достижения, так сказать, ученых, разработки моря для грызунов. Едят и меньше их не становятся. Вот что удивительно. Поэтому решила разориться и с пенсии приобрести вот такой отпугиватель. Потому что Лариса Игоревна дома чисто, хорошо и мышами не пахнет. Хочу тоже такой же себе поставить отпугиватель. Ультразвуковой. Лариса, довольна ими? Да, конечно, очень довольна. Где ты их установила? У себя в доме, в коридоре и во всем доме. И в огороде мышей нету. Одного отпугивателя хватило? Одного достаточно, да. Но я поставлю там, где у меня есть входы труб, погреб, подвал. Оттуда же они и появляются. Вот попробуем вот это. Неужели это спасет? Мне до сих пор не верится. Я устала от мышей. Потому что Ширяева находится в эпицентре их скопления. Капления. Кажется, со всего леса сбежались мыши. Они чувствуют раньше нас, какая будет погода. И раз зима будет такая суровая, они идут сейчас поближе к жилищам. Примите меры заранее. Потом будет поздно. Ой, ну что-то на нехороший мной спрощаемся. Или на неплохой. Мы все-таки нашли хороший способ отпугнуть мышей. И жить спокойно и комфортно в своих домах. Не уступим дома грызунам. До встречи через неделю на канале Губерния. Будьте здоровы!